Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В минувшие выходные юбилей отметила ветеран труда, коренная жительница поселка Супсех Мария Человская. С днем рождения Марию Петровну поздравили активисты ТОС и представители администрации Супсехского сельского округа. Поздравительная телеграмма пришла от президента России Владимира Путина. Юбилей ветерана труда совпал с предпраздничной подготовкой Анапы ко Дню города. Ветеранов войны и труда поздравляют от администрации города и президента России. Накануне годовщины освобождения Анапы и Анапского района от немецко-фашистских захватчиков всех ветеранов поздравляют с праздником. Череда поздравлений продолжается. В преддверии Дня города и 71-й годовщины освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков в пансионате Нива-1 чествовали ветеранов Великой Отечественной войны, активных общественников домовых и квартальных комитетов. Такие же мероприятия запланированы во всех микрорайонах города. Праздники пройдут по графику до 28 сентября. Анапа готовится ко Дню рождения. Бархатный сезон у нашего города-курорта особенный. Осенью курортная Анапа преображается. Город без суеты и изнуряющего зноя встречает гостей. Чтобы встреча прошла достойно, Анапчане и сотрудники коммунальных предприятий убирают, моют, творческие коллективы репетируют. Как радушные хозяева мы ждем гостей. На этой неделе на Аллее звезд в сквере у здания администрации специалисты ремстроя зажигали звезды. После чистки знаки особого уважения и признательности, заложенные в честь знаменитых артистов театра и кино, засверкали особенно ярко. Как гостеприимные хозяева мы хотим, чтобы наше уважение к талантливым актерам было заметно. Анапчане убирают, чистят и моют тротуарную плитку. Ко дню рождения город всегда готовят особенно тщательно, чтобы самим было приятно и чтобы приятно удивить гостей. Завершают предпраздничную подготовку сотрудники предприятия «Зеленстрой». Облагораживают клумбы с цветами, поливают газоны, подсаживают новые саженцы цветущих и декоративных растений. На театральной площади у Центра культуры Родины устанавливают сцену для проведения главного праздника – города-курорта. К субботе все работы будут полностью завершены. На общегородском планерном совещании в мэрии обсудили важную тему – вопросы организации качественной санитарной очистки города-курорта, своевременного вывоза мусора, озеленения и благоустройства Анапы. Глава города Сергей Сергеев продемонстрировал фотографии нескольких мусорных площадок с переполненными мусорными баками. Такое отношение управляющих компаний и коммунальных предприятий к выполнению своих обязанностей недопустимо. В лучшую сторону отмечена работа предприятия «Коммунальщик». Такой вывод сделали по результатам ежедневного мониторинга. Первая вице-мэра Анапы Светлана Яровая доложила, в ближайшее время проведет совещание со всеми коммунальными службами. Разработают программу комплексного развития сферы ЖКХ. По важности документ займет место в одном ряду с генпланом и правилами землепользования. Программа станет стратегией развития важнейшей для жизнеобеспечения города-курорта отрасли, чтобы город-курорт раз и навсегда решил многолетнюю проблему уборки, санитарной очистки и вывоза мусора. Специалисты управления муниципального контроля на этой неделе продолжили ежедневные мониторинги города и сельских населенных пунктов. Выявляют нарушения земельного законодательства, правил благоустройства и застройки. Все незаконно установленные некапитальные объекты демонтируют и перемещают на специальную площадку для хранения. Торговые павильоны, киоски по реализации экскурсионно-туристических путевок, аттракционы, батуты и даже точки общепита. Недобросовестные предприниматели устанавливают без разрешительной документации. Все содержимое таких объектов переписывают. Незаконное строение перемещают на площадку для хранения по адресу Улица Астраханская, 120. Объекты хранятся 6 месяцев с даты демонтажа, потом утилизируются. Здесь лидеры по нарушениям, нелегально размещенные сезонные торговые точки. Борьба с незаконными строениями идет полным ходом. За 8 месяцев текущего года демонтировано 39 некапитальных объектов и одно капитальное строение. Центр занятости населения Анапы в рамках государственной программы организовал профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации пенсионеров. Обучение провели по трем направлениям. Около месяца женщины-пенсионерки сидели за партами и на этой неделе получили дипломы администраторов. 7 человек повысили квалификацию по специальности «Пользователь ПК» и 3 человека изучили программу «Один из бухгалтерии». Воспользовались шансом обучиться 120 жителей Кубани, вышедших на пенсию. После получения знаний и навыков дипломированные специалисты могут приступать к работе. Центр занятости населения Анапы будет помогать женщинам трудоустроиться. Неделя высокой моды на кино началась в Анапе. Открытие фестиваля «Киношок» пройдет 21 сентября на сцене летней эстрады. Накануне в администрации города-курорта провели пресс-конференцию с организаторами фестиваля. Говорили о новых идеях и сюрпризах «Киношока» в этом году. Кинопоказы пройдут на нескольких площадках. В кинозале санатории «Анапа-Океан», в киноцентре «Мир кино» и на театральной площади. Конкурсные детские фильмы в рамках «Киномалышок» покажут в киноцентре «Монитор». От анапчан гостей курорта приветствовала заместитель мэра Анапы Людмила Мурашова, отметив, что «Киношок» вошел в тройку больших праздников города в сентябре. В этом сезоне «Киношоковцы» вернутся к старым традициям. Продолжат закладку «Аллеи звезд». Будут и новые. Создадут комплекс стену с отпечатками рук кинотворцов. Уходящая неделя отмечена важными спортивными событиями. В спорткомплексе «Витязь» прошли галлофиналы с участием лучших бойцов турнира в рамках седьмых всероссийских юношеских игр боевых искусств. Финальные поединки провели чемпионы мира и Европы по джиу-джитсу, тайскому боксу, киоку-синкай, рукопашному бою и тэквондо. С демонстрационной программой выступили представители Национального совета Айкидо России. Менее масштабная, но такая же значимая. Спартакиада среди учеников казачьих классов прошла на хуторе Чекон. Слет казачат приурочили годовщине освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков. Самые сильные учащиеся казачьих классов разделили поле соревнований на секторы, подтягивания на перекладине, стрельба, сборка и разборка автоматов. Самым сильным и ловким организаторы спартакиада приготовили призы и подарки. От атамана Анапского районного казачьего общества Валерия Плотникова, от депутатов Законодательного собрания Края Николая Иванюшкина и Владимира Верстунина. Вот такой мы увидели уходящую неделю. Смотрите сегодня в итоговом выпуске программы. Шквалистый ветер и шторм на Кубани отозвался эхом в Анапе. К счастью, вовремя принятые меры обеспечили полную безопасность. Если забыл заплатить, они напомнят. Инспекторы ГАИ и судебные приставы провели совместный рейд по выявлению должников. Памятные акции проходят в Анапе накануне главного праздника – Дня города и 71-й годовщины освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков. Сейчас обо всем подробнее. Штормовая погода на Кубани эхом откликнулась и в Анапе. Из-за сильных порывов ветра возникла угроза безопасности людей в районах действующих строек. Редактор информационного портала «Анапа сегодня» Дмитрий Слобода, проезжая мимо стройки предприятия, стройзаказчик сообщил о возможной угрозе при сильных порывах ветра до 15 метров в секунду. Специалисты службы муниципального контроля быстро отреагировали на звонок и приняли меры, временно ограничив проезд по опасному участку дороги. Патруль выставили инспекторы ГАИ и роты ДПС, предотвратив угрозу и обеспечив безопасность. Должникам по штрафам и алиментам напомнили о необходимости погасить задолженности. В ходе совместного рейда сотрудников ГАИ и судебных приставов удалось призвать к совести несколько нарушителей по уплате налогов и штрафов. Не все должники оплачивают штрафы добровольно и вовремя. Чтобы выявить злостных неплательщиков налогов, алиментов и тех, кто не погасил штрафы в отведенный законом 30-дневный срок, судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД регулярно проводят рейды. Первый шаг инспекторов ГИБДД – выявить нарушителя. Далее за дело берутся судебные приставы. В базе данных записано все – кто нарушил, сколько раз, а главное – сколько это будет стоить. Судебные приставы также вправе ограничивать право выезда должников за границу. За данное правонарушение предусмотрено статьей 20.25 части 1 Кодекса РФ об административных правонарушений наказание в виде удвоения административного штрафа либо административным арестом до 15 суток. За время рейда сотрудники ГИБДД составили 12 протоколов об административной ответственности. Столько оказалось должников среди проверенных водителей. Кому-то судебные приставы исполнители вручили требования о явке, другие предпочли оплатить штрафы на месте. Кстати, именно после таких рейдов нарушители более охотно идут оплачивать свои забытые долги. И к другим темам. Принцип по работе и оплата работает. На курорте создана межведомственная комиссия, которая контролирует исполнение муниципальных контрактов коммунальными предприятиями. Главный критерий оценки – качественно выполненная работа. В первую очередь это касается санитарной очистки городских и сельских улиц и вывоза мусора. Межведомственная комиссия по контролю за выполнением муниципальных контрактов по санитарной очистке курорта объезжает улицы Анапы. В составе комиссии сотрудники профильных управлений администрации города, муниципальный контроль ЖКХ правовое и строительное управление технадзор. Специалисты управления муниципального контроля ежедневно осуществляют мониторинг города, курорта Анапы и сельских округов на предмет выявления нарушения правил содержания благоустройства муниципального образования города, курорта Анапы. В основном, конечно, нарушают правила выноса твердых бытовых отходов, нарушение правила вывоза строительных материалов, также нарушение правил торговли. В преддверии празднования знаменательных для Анапы дат особое внимание уделяют центральным улицам курорта, местам проведения культурно-массовых мероприятий, мемориалам и памятникам. Сотрудники предприятия Анапа благоустройства с утра моют тротуар у стелы воинской славы. Плитку на набережной приводят в порядок. Благодаря усилиям коммунальщиков прогулочная зона приобретает достойный вид. Предприятие Анапа благоустройства работает с 6 часов утра. Работаем по муниципальным контрактам. Юго-восточная часть, вывоз крупногабаритного мусора. Второй контракт у нас вывоз и очистка урн. И третий – мытье тротуарной плитки. Работаем согласно утвержденных графиков Управления жилищно-коммунального хозяйства. Много работы у сотрудников предприятия «Коммунальщик» на улице Стахановской убирают листву. Прибавляют работы службам сами жители, не учитывают время приезда спецтехники. Мусороуборочная машина собирает ТБО утром, а в полдень жители уже заполняют контейнеры. Задача межведомственной комиссии – разработать и принять меры к решению накопившихся проблем в сфере санитарной очистки и благоустройства города-курорта. Неблагоприятные погодные условия в районе порта Кавказ сказались на транспортных пассажирских перевозках. Из-за шторма и ветра в 27 метров в секунду паромная переправа в сообщении с Крымом была приостановлена. Пассажиров разместили на железнодорожных вокзалах Краснодара и Анапы. Очереди в кассы железнодорожного вокзала как в пик сезона пассажиры к временным неудобствам относятся с пониманием. Задержка рейса Керченской переправы из-за шторма нарушила планы многих пассажиров. В связи с сегодняшними событиями, связанными с фосмажорной ситуацией, когда объявлено штормовое предупреждение, у нас сложилась ситуация, как поробы между Порт-Кавказом и Керчью сегодня не ходят. Не ходят они с ноля часов. В связи с этим создалась ситуация, когда пассажиры не имеют возможности переправиться на Крым. Был создан штаб, в который вошли руководители дирекции по вокзалам, руководители Северокавказской железнодороги, администрации. В результате этого поезд, который привез 670 детей из Грозного, были отправлены в санаторий. До нормализации ситуации будут находиться в этом санатории и ждать, когда мы сможем их переправить. Остальные пассажиры ожидают новых рейсов с переоформленными билетами. Кто-то сидя в зале ожидания, кто-то активно в холе, кто-то тщательно изучая расписание. Мы сегодня переоформляем документы на поезда и, соответствующий образом, переправляем на другие поезда и по назначениям, необходимым для пассажира. Оптимисты, у кого стакан всегда наполовину полон, рады возможности побывать во время отпуска еще и в Анапе. И уже рассматривают город-курорт как место отдыха в следующем году. Мы узнали еще об одном событии. Подробности смотрите прямо сейчас. Рекордное количество участников за всю историю мероприятия. 9 тысяч человек. Новая олимпийская прописка «Инвестфорум» в этом году развернулся на территории самой большой конгрессно-выставочной площадки Краснодарского края в главном медиа-центре. Апартамент «Отель Клифф» в миниатюре, три панорамных корпуса, бассейн, рестораны. Архитектурный макет «Инвестпроекта» установлен в выставочном павильоне Анапы. В соседнем зале в составе экспозиции Краснодарского края город-курорт презентует еще два крупных проекта. Накануне в Сочи прибыл мэр Анапы. Сергей Сергеев возглавляет нашу делегацию. Мы привезли 24 проекта и 32 инвестиционные площадки, на которых сегодня можно уже... Они готовы, они поставлены на кадастровый учет и можно по ним заниматься. Ну а вы видите здесь макеты, реконструкция морского порта и большой объем жилищного строительства в горном кластере. И в соседнем павильоне у нас еще есть один макет, там где расположены все муниципальные образования, тоже связан с курортным комплексом. Деловая обстановка чувствуется во всем. Обсуждается будущее подписание соглашений и представленные проекты. Интерес к инвестиционным предложениям Анапы высок. Выставочный павильон города-курорта осмотрел председатель законодательного собрания Краснодарского края Владимир Пикетов. Сергей Сергеев подробнее рассказал о проекте. До прибытия на инвестиционный форум председателя правительства России Дмитрия Медведева в главном медиа-центре побывал его заместитель Дмитрий Козак. Сегодня в течение дня Анапа подписала 11 соглашений с инвесторами. Общая сумма привлеченных в экономику курорта инвестиций более 7 миллиардов рублей. Завтра работа нашей делегации на сочинском форуме продолжится. Памятная акция в преддверии празднования 71-й годовщины освобождения Анап от немецко-фашистских захватчиков прошла в сквере по улице Кати Соловьяновой. Побеседовала с участниками акции, мы выяснили, к памятной акции молодежь подходит неформально. Знают историю Великой Отечественной войны и подвига Нопчанки Кати Соловьяновой. Улицу Кати Соловьяновой знают все анапчане. По ней не спеша прогуливаются или торопятся на работу. Улица названа в честь Анапчанки Кати Соловьяновой. Ученик Одесской школы Ахмед Хачукаев знает о подвиге девушки, имя которой увековечено в названии улицы. Она была в составе партизанского отряда и она боролась с фашистскими захватчиками. Она родилась в 1922 году и умерла в 1942 году под пытками фашистов. И ее маму тоже убили. Девчонки 21 века носят легкую обувь. 72 года назад по захваченному немцами городу 20-летние девушки-разведчицы ходили в кирзовых сапогах. Уже запахали траншеи, но в нашей памяти никогда не изгладится подвиг наших дедов, прадедов и юного поколения. Сегодня в лице Кати Соловьяновой мы отдаем дань памяти всему молодому поколению, которое в тяжелые годы войны вместе со своими дедами, матерями встало на защиту своей родины. Жильцы домов по улице Соловьяновой принесли цветы к памятнику своей землячке в истории города, навсегда оставшейся юной. На сегодня это вся информация. Далее прогноз погоды на выходные. Партнеры выхода прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов, тайной медной горы и золотой цирк Юрия Никулина. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин тайной медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин тайной медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Уважаемая публика, дорогие ребята, золотой цирк Юрия Никулина снова в Анапе. Только выдающиеся артисты получили право выступать под сводами цирка великого клоуна. Итак, мы начинаем. Смотрите и восхищайтесь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Далее блок полезной информации от партнера программы «Итоги недели» производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи и приятных вам выходных! Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова